90 ДТП и более 200 травмированных. Это последствия гололедов, которым жила Одесса всю минувшую неделю. Обледенение началось во вторник. Этот день стал самым напряженным для травм пунктов. Коммунальщики спасали ситуацию, посыпали скользкие дорожки песком. Их работу в мэрии оценивали на четвертую. Как Одесса справилась с гололедом, расскажет подробнее наш корреспондент Татьяна Блайд. На этой неделе Одесса превратилась в настоящий каток. Повсеместный и совершенно бесплатный. Скользко было и на тротуарах, и на проезжей части. В городе произошло около 90 ДТП. Опасно было на трассах. В ГСЧС рассказали. Спасатели достали из кюветов два грузовика и семь легковых машин. Спасли 18 человек, в том числе двоих детей. Но нашлись и такие, кому каток на дороге был в радость. Водитель маршрутки, пользуясь моментом, устроил дрифт на льду. Пешеходам пришлось не сладко. Более 200 человек получили травмы. Упала. В районе привоза. И все. Потом второй раз на Прохоровской. Вот. Теперь болит рука. К концу недели ажиотаж среди пациентов утих. Коридоры специализированного медучреждения пустуют. Приходят в основном те, кто не обратился к доктору вовремя. Те, кто упали на льду 7 числа, только сейчас приходят. А у них оказываются переломы. То есть человек несколько дней лежал дома с переломом и мучился. Если произошла травма, то надо идти сразу в лечебное учреждение, чтобы была оказана помощь. Потому что в дальнейшем, когда люди сидят дома и думают, что оно пройдет, в дальнейшем потом тяжелее их лечить. В группе риска оказались пенсионеры. Люди пожилого возраста обращались чаще других. В основном с переломами рук и ног. А вот предприимчивая одесситка на поселке Котовского придумала, как обмануть гололед. Надела на сапоги прорезиненные строительные перчатки. В мэрии же свою борьбу с гололедом оценили на четверку. Дороги проезжаемые, независимо от того, что сложные погодные условия, я уже сказал. Дальше мы помогли в тех местах, где не наша зона ответственности, а где отвечает ОСМД. Помогаем им, посыпаем тротуары. Тем, кто все же упал и получил травму, юристы советуют обращаться в суд. Вы имеете право на материальную компенсацию. В случае, когда человек в Киеве упал, у него был двойной перелом ноги со смещением. Он затребовал 17 тысяч гривен. Это материальный ущерб, и там еще моральный какой-то был. Смысл в том, что он прошел апелляцию и вроде бы суд присудил на его стороне. Главное разобраться, на кого подавать иск. Это может быть ЖЭК или ОСМД. Если посыпать дорожку, забыли возле жилых домов. Торговый центр, если вы упали на пороге какого-нибудь супермаркета. Или городская администрация, если скользко было в парке. Прежде всего, стоит, если действительно повреждение, вызвать скорую. Приезд скорой можно зафиксировать, можно потом поднять документы, что действительно было обращение. Тогда-то, тогда-то приехали на такую-то улицу, и повреждение было получено в результате падения. Вот. Второе. Свидетели. Любые люди, которые присутствовали, в том числе даже медработники, которые оказывали помощь. Для пущего эффекта участок, на котором вы упали, заснимите на телефон. А дальше иск с требованием компенсации. Туда могут входить затраты на лечение. Не теряйте чеки с аптек и больниц. Можно также требовать деньги за моральный ущерб. Его обычно оценивают в три раза меньше, чем реальные траты. Если судиться, все же решили, будьте готовы к результату и через год. Татьяна Блайда, Анна Городенцева, Григорий Евич, телеканал Репортер.